Музыка не имеет границ и люди, живущие в разных странах и говорящие на разных языках, способны понимать друг друга благодаря языку музыки. 1 октября, Международный день музыки, Хабаровская краевая филармония и Генеральное консульство Японии в Хабаровске представили жителям и гостям города концерт камерной инструментальной музыки. На сцене выступили российские и японские музыканты с удивительно органичной программой. Произведения были исполнены всего на трех инструментах – скрипке, фротопиано и кото. Музыкант, выступавший из кото на бутаке Юсидзава, сегодня гость нашей студии. Господин Юсидзава, приветствую вас. Здравствуйте. Кваничу. Андрей Владимирович, спасибо, что помогаете в нашей сегодняшней беседе. Пожалуйста. Господин Юсидзава, как давно вы изучаете кото и сколько вообще нужно времени для того, чтобы достичь мастерства в этом искусстве? Я начал изучать кото в 7 лет, сейчас мне 37 лет. Таким образом, я изучаю и занимаюсь кото вот уже на протяжении 30 лет. Я считаю, что нет предела совершенства, я постоянно работаю над собой. Вы выступаете не только в Японии, а кто те ценители музыки, которые приходят на ваши концерты за рубежом? И в каких странах больше всего этих ценителей? Если говорить о моих выступлениях за рубежом, то в первую очередь надо сказать, что на мои концерты приходят японцы, которые любят кото. Конечно, это самое большое число поклонников кото. Но кроме того, когда я выступаю в США, там также много поклонников кото и среди американцев. Это просто поклонники традиционной музыки или они именно увлекаются японской культурой? Если говорить о Америке, то помимо кото есть немало любителей, которые интересуются и другими инструментами. Например, японская флейта шакухачи или японская трехструнная домра шами-сен. В других странах, например, во Франции гости моих концертов просто могут восхищаться формой инструмента. А можете рассказать немножечко об истории кото? Когда появилось, как появилось, кто на нем играл? Изначально инструмент кото пришел в Японию из Китая примерно в 7 веке. И на первых порах он использовался в буддийских храмах, вот ира. Затем использовали для исполнения музыкальных композиций при дворе. Со временем, в эпоху и до, этот инструмент обрел популярность среди широких слоев населения и служил признаком хорошего воспитания. Да, я читала, что девушки, вообще это было признаком хорошего тона, если умели, хорошо владели инструментом. Это такой аристократический, я так понимаю, больше признак, да? Да, изначально этот инструмент был очень популярен среди аристократий. Это какое-то особенное дерево? Честно говоря, прочитала название, не знаю такого. Растет или специально выращивают именно на территории Японии или где-то еще есть? Для инструмента кота используется древесина дерева Павлония. Это дерево растет очень долго и вырастает в огромные деревья с большим охватом. Просто это произведение искусства. Это же вот так, как это обработано, видно весь рисунок, всю структуру дерева. Я так понимаю, что это, ну как бы, признак высокого качества инструмента. Он выращивается с кота, а только чтобы это было не так. Спасибо. Трудно его содержать, в том смысле, что за ним нужно ухаживать, и нельзя, чтобы там подвергалась влаге. Это все же, что это она не может сделать. Я так понимаю, что это было чуть-чуть. за этим инструментом очень простой. Изначально для изготовления кота использовалась такая древесина, которая бы подходила к природным условиям Японии. А в Японии, как известно, высокая влажность. И поэтому после использования этого инструмента на концерте достаточно просто его протереть. Древесина в павлоне обладает свойством дыхания. Она поглощает необходимое количество влаги, либо отдает. Понятно, что исполнение на кота особое искусство раз 30 лет и до сих пор еще можно совершенствоваться. Но это только с виду похоже на игру на гитаре или есть какие-то общие черты. Возможно, если говорить о игре на этом инструменте, есть схожие черты в сравнении с гитарой, хотя это, можно сказать, довольно разный инструмент. Вот, например, когда я играю на кота левой и правой рукой, я могу зажимать одной рукой струны, подобной гитаре, и изменять звук. Ну и вот эти вот, я не знаю, как правильно называются вот эти, которые на пальцы надеваются, штуки накладные. Кто-то называет это накладные ногти, кто-то как-то еще называет. Без них, я так понимаю, ну, такой звук не извлечешь. Да, действительно, для игры на кота используются вот такие своеобразные флекторы, которые называются Котодзуме. Можно играть и без них, тогда звук становится мягче. А с ними? Котодзуме от скайп. Чтобы сравнить. Очень. Котодзуме от скайп. Котодзуме от скайп. Котодзуме от скайп. Меняется ли музыка, которая исполняется на Кота, или это она должна сохранять все традиционные признаки? То есть я хочу спросить, есть ли в этом смысле прогресс, или тут должно все оставаться очень консервативно? Можно сказать, что в настоящее время существует два направления, которые идут рядом с друг другом. Одно из них это консервативное, которое стремится сохранить музыку в ее первозданном виде. А другое направление исследует музыку Кота в современном ключе и пытается открыть какие-то новые формы музыки. А вам какая близость? Вы классик в этом смысле? Я, наверное, микс. Микс и баланс, я поняла. Микс и баланс, я поняла. Да. Я прочитала, что это важнейшие инструменты в Японии, посмотрела, как они выглядят. А почему так важно при всем развитии, при всем стремлении к прогрессу, все-таки сохранять традиции в музыкальном искусстве? Да. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Но я думаю, что причина сохранения музыки и традиционных музыкальных инструментов заключается в том, что благодаря этому мы сохраняем неприходящие ценности, которые не меняются со временем. Несмотря на то, что сейчас мы ходим в европейской одежде, пользуемся телефонами, можем мгновение ука обмениваться общениями. Но именно музыкальные инструменты помогают нам сохранить наше самосознание и ценности наших предков. Я знаю, что вы преподаете в университете в Токио, а студенты сейчас охотно изучают именно вот эти древние старинные инструменты, скажем. В настоящее время молодежь и дети, конечно же, больше интересуются современной музыкой, поп направлениями. Но в учебных заведениях отводятся определенные часы для знакомства с традиционной музыкой. И я думаю, что, наверное, этого недостаточно, хотя это и важно. И вчерашний концерт показал нам, что интерес к японской традиционной музыке и классической музыке достаточно высок. Я думаю, что я хочу вернуться ко вчерашнему концерту мелодий для скрипки фотопиано Прокофьева. Пьеса Дебюсси, соната Сенсанса, японские композиторы Ямада и Накада. Это же яркое, я бы сказала, проявление вот такой международности, такой общности культуры на одной сцене. Вы уже сказали, я уже про микс услышала. Вы любите, когда все это смешивается. Но понравилось ли вам, как выстроились произведения в одном концерте в этом? Вчера на концерте сочетание музыкальных композиций было очень интересным и удачным. Я хотел бы упомянуть о двух из них. Первое – это «Подобно птице». Вы наверняка знаете, что перелетные птицы прилетают из Японии в Россию, из России в Японию, и их видят как японцы, так и россияне. Эту мелодию я исполнил. И также была еще одна мелодия, которую я обычно исполняю при аккомпанементе в Шаку Хачи, но вчера это был скрипач Рихтер. Эта мелодия показывает морскую гладь. Очень интересная. И потом будет перелетные птицы, которые были видят в той и другой стране. Красивый какой образ перелетной птицы, которые видят их в той и другой стране. Это просто невероятное что. Ватари-дори, что рекомендают для всех стран. Это прекрасно. Да. 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 Спасибо вам большое. Я бы еще раз хотела попросить вас сыграть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok